Всем доброго дня, Олег, Бирхантер, и это второе видео с Алексеем уже после охоты, после удачной охоты, поэтому сейчас мы с вами поговорим, с ним точнее поговорим, и он расскажет, каково это охотиться с арбалетом и, в общем-то, поделится своими подробностями той охоты. Погнали! Да, всем привет, всем подписчикам, любителям охоты с охотничьим метательным оружием. Одним словом, ездил на охоту, добыл сигалетка оленя с арбалета Дум Милитари. И так как любая охота, она имеет свойство, заканчивается, сегодня она закончилась приятным бонусом. Что там у тебя произошло? Рассказывай, что произошло. Короче, поехал на охоту, вот, ездил в охотхозяйство Белый Лось, конкретно задача была добыть, изначально я ехал на лань, вот, но приехав на место, лани выходили, но выходили лани взрослые и женского пола. Вот, взрослая лань женского пола, для того, чтобы ее не добывали, вернее, ее добыть можно, но для того, чтобы не добивали и не, как это сказать, не уменьшали маточное поголовье, цена такой лани, если ты ее случайно добудешь, стоит 1800 долларов. 4600 белорусских рублей на наши. Поэтому в добыче были лани сигалетки, вот, девочки стоили на наши деньги 400 рублей, это получается 180 долларов, а мальчики стоили 100 долларов. Вот, но выходили в основном вот эти вот взрослые мамы лани и выходили с ними девочки, но девочки, когда, ну, то есть, они не сразу вышли, чтобы вы понимали, это я просто в ускоренном процессе рассказываю. До появления первой лани, наверное, прошло часа три, до этого выходила косуля, но на косуле лицензии не было. Вот, поэтому мы просто полюбовались, охотился с засидки, с вышки. Вот, там, ну, а кошки, которые предназначены для охоты с нарезного оружия, но я пристреливал арбалет, я представлял, что я буду в таких условиях охотиться именно с вышки. Вот, я пристреливал арбалет с треноги Примус, то есть, мы ее всегда можем... Это как сошки, только, ну, большие. Вот, и получается, я пристрелял... Что? Ну, как сошки, только до пола прям. Да, 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 то есть, большие, которые можно всегда правильно установить под то окно, куда ты собираешься стрелять. В принципе, окна там достаточно большие, и угол обзора был хороший. Вот, значится, у нас косуля потусовалась, и в теплоприцел, я заметил, вот через три часа, вот были эти лани. Вот, подошло сразу три лани и одна девочка, но они тусовались, когда они были на 35 метрах, вот, ну, в районе плюс-минус, мы говорим. То все время эту девочку заслоняли взрослые, либо взрослые стояли за этой девочкой, поэтому я стрельнуть не мог. Ну, стрела однозначно это все пробивает, вот, с большим запасом энергии, и я боялся, чтобы не травмировать взрослую самку. Потом у нас пришла оленуха, олень-рогач и сигалеток. Они тоже тусовались, ну, то есть, они тусовались минут 30, потом еще подошло три оленухи или четыре оленухи и еще один сигалеток. И приблизительно час, может быть, чуть меньше, минут 40, я выбирал момент, когда можно будет стрельнуть. Но определился стрелять сигалетка оленя, потому что лани вообще неудобно становились. То есть, сигалеток лани, он становился крайне неудобно. И никто ж не знает, сколько они будут тусоваться на этом расстоянии, которое, ну, позволяет нам сделать выстрел. Получается то, как бы, лань спугается оленуху быстро переместиться. Ну, то есть, там какой-то был такой, ну, легкий круговорот. Вот, и по итогу, когда уже я определился, что буду стрелять оленя, вот, то есть, ну, как бы и сделал выстрел. Я полностью снял видео разборки оленя, может, кому будет интересно, как прошла стрела, как она, что задела и как сработал наконечник. Но вкратце расскажу. Попала вот в эту вот Берцову, это, нет, как это кость у нас называется? Предплечевую. Ну, назовем так, плечевую кость. Ой, плечо, плечо, да. Ее разломало. Да, да, плечо. То есть, разломало вот эту круглую кость. Кость прошло по легким, сердце не задело, сердце осталось чуть-чуть у нас, ну, как бы, смотря с какой стороны смотреть, но левее. Вот. И пробило так же, точно так же переломало вторую кость. Олень прошел только 20 метров, ну, то есть, я стрелял на 35 метрах, он от места выстрела прошел 20 метров. Во-первых, он не мог бы дальше пройти, потому что передние ноги были полностью перебиты. Если честно, когда я разбирал, такое ощущение, что их топором там дробили. То есть, они не то, что были там, ну, сломаны и все, там было все раздроблено в хламину. По поводу наконечника китайского Монтек. Этот наконечник у нас зашел, пробил первую кость, прошел легкое, потому что, ну, на легком Мерседесик этот есть. И об вторую кость он разломался. И уже стрелой, это руки у меня грязные от работы, краска не отмывается. Вот. И на конце, то есть, полностью наконечник обломался, но стрелой он разбил вот эту кость. Либо он об кость вторую поломался, но выход уже был именно одной стрелы. Небольшим порезом. Стрела по какой-то причине, хвостовик вот столько отломался. Блин, а в машине я уже не побегу. Ну, у меня там видео есть, когда я снимал, там будет более все понятно. Вот, стрела это тоже разломалась на две части, внутри самого оленя. Вот. И одна часть вот, которая вышла насквозь, а само оперение и задняя часть осталась в олене. Вот. Поэтому, как бы, он и недалеко отбежал и дошел практически очень быстро. А как остальное поголовье отреагировало на это? Вот там все же сразу в россыпь. Говорить о том, что там можно делать несколько выстрелов или еще что-то, ну, такого нет. Слушай, а не возникает у животных? То есть, вот так вот, как бы, состоялось. Не возникает у животных такого, что вот они увидели, что на этом месте кто-то погиб, и то, что они больше туда не придут? Или у них память короткая? Ну, в ближайшее время они однозначно туда не придут. В ближайшее время это сколько? Ну, смотри. Здесь очень сложно говорить, все зависит от многих факторов. Во-первых, я думаю, после арбалета и после лука... Что? Нет, там подкормочная. Ну, я имею в виду, насколько привлекательное место для животных. Или просто у них у всех там, типа, две недели они не ходят, через две недели они приходят. Нет, эта подкормочная, она как бы рабочая, и приблизительно там раз в два дня туда однозначно ходят. До того момента, покуда не придет охотник и не изымет одно осы. Потом они, тоже очень сложно предсказать, они могут там и через неделю появиться, а могут и раньше появиться. Но дело в том, что здесь не было самого выстрела. Когда ты стреляешь с огнестрела, это одно. А когда это, ну, тихо все, то я думаю, у них там какого-то там сильного испуга не будет. А, кстати, вот, раз ты эту тему поднял, когда я добывал кабана, я что-то тоже с вышки стрелял. Я добыл кабана с вышки, я спустился, ходил его искать, но сразу же я его не нашел. И когда я подошел к вышке, кабаны уже обратно подошли на край леса. И кабаны от меня стояли, наверное, метрах в сорока. Вот, но уже тогда так стемнело, что, ну, как бы я не смог бы сделать выстрел. А это ты, из чего кабана добыл? С лукаш я добывал кабана. Это первая моя добыча была с охотничьим метательным оружием. Это был лук. И кабан, ну, сколько я поискал? Наверное, минут 30. И кабан потом пришел. То есть 30 минут хватило, и они все равно пришли на это же место кормиться. Был бы это огнестрел, однозначно, я думаю, они бы туда пришли там, ну, пускай там день, два, ну, как минимум должно пройти. Все же зависит от условий. Если, к примеру, у нас холодная зима, и пожрать больше негде, то они на следующий день придут. Вот. А если там есть еще где потусоваться им, то они потусуются там, но по старой памяти потом обратно придут. Ну, я тоже о чем подумал, что если ты стреляешь из ружья, то, наверное, шансы, что ты не добудешь, раз уж ты выстрелил. Ну, прям практически они стремятся к нулю, то из лука там или, ну, из лука в основном такое бывает. То есть, если вдруг ты как-то промазал, то зверь разбежится, но вполне возможно, что там через полчаса он вернется. Ну, я имею в виду, то есть, ты промахнулся прям вообще куда-то там, что-то тебя испугнуло или стрелу на полочку там не положил, да, то через полчаса звери вполне могут вернуться, у тебя будет второй шанс. Шанс всегда есть. Скажем так, шанс с охотничьим метательным оружием, если ты сделал выстрел, будь то это выстрел неудачный, будь то это удачный выстрел, зверь вернется на это место гораздо быстрее, потому что нету самого как бы как такового испуга. Поэтому, к примеру, когда ты звонишь егерю и говоришь, я хочу к вам приехать на кабана, ну, к примеру, да без разницы с каким оружием, то я все время спрашиваю, а когда последний раз там добывали? Ну, вы там смотрели, свежие следы есть или нету? Просто если там вчера добывали кабана, то сегодня ехать там на вышку, ну, не имеет смысла как таковое. Просто сейчас такой период, что в основном, ну, добывают с вышек. Вот, я хотел, ну, охотиться с сиденья, с трестенда этого, с трусов так называемого, вот что как Курашов охотится. Скорпио у нас делает не у нас, а у вас в России. Вот, но дело в том, что я до этого тоже был на охоте, то есть я приехал с одной охоты, взял арбалет и поехал на вторую охоту. То я бы на сиденье там просто не высидел, потому что я бы, ну, заснул и там, не дай бог, бы еще упал. То есть состояние было такое пограничное, сонное. Вот, а так, по поводу эмоций. Сложно говорить, потому что на устало... Когда устал, ну, на фоне усталости эмоции немного другие. Не такие яркие. Вот. С чего интереснее добывать, с арбалета или с лука, это тоже двоякое. Конкретно утверждать очень сложно, потому что есть ситуации, когда с арбалета более удобно добывать. Вот. Практичнее добывать. Если ты постоянно загружен, то с арбалетом, как мы в прошлый раз говорили, ты можешь без подготовок, у тебя появилась возможность ехать на охоту. Ты взял арбалет, плюс-минус проверил нашу пристрелку и поехал на охоту. Поэтому для людей, которые заняты, менее фанатичны и не могут уделять большое время подготовке к охоте, но хотят охотиться с охотничьим летательным оружием, то арбалет это самый правильный выбор. Если у вас есть время, к примеру, вы полгода не занимались стрельбой, не тренировались с лука, то вы там за месяц должны подготовиться. Ну, то есть, как я. Месяц готовлюсь, я знаю, что вот там у нас начинается охота, я месяц готовлюсь и уже тогда еду на охоту. Таких временных промежутков не у всех есть. Если человек может себе позволять охоту, значит, он должен работать. Если он работает, то у него нехватка времени. Поэтому, если выбирать, с чем проще начинать охоту с охотничьим летательным оружием, входить в мир охоты с метательным оружием, то мне и то, и то нравится. Но если бы сказали посоветовать, я бы посоветовал, наверное, арбалет. И друзья, охотники, ну, они, большинство охотников скептически относятся к летательному оружию, но, к примеру, если про лук, они такие, ай, лук неинтересно там, вот, то про арбалет они такие, я бы тоже стрельнул. То есть, давай там поедем, вместе сядем на вышку. Да, то есть, охотник, который классический охотник, с мышлением классического охотника, они к арбалету относятся как действительно тому оружию, оружию как добыча, это вот к арбалету. А лук так у них идет. Но то и то имеет место быть. Вот, кстати, насчет еще лука и арбалета. Смотри, у тебя арбалет был не настроен. И если бы лук был не настроен, опять микрофон затронул, если бы лук был не настроен, то, ну, вряд ли бы ты решился таки пойти на охоту с ненастроенным луком. А с арбалетом ты решился. И вопрос у меня такой. Ты как-то вот во время охоты думал о том, что у тебя арбалет не настроен? Тебе как-то это помешало? Или ты просто пристрелял его этой стрелой, которой ты уже знал, что будешь охотиться? И все, ты знал, что у тебя прицел пристрелен под нее, стрела точно прилетит куда надо. И, в общем-то, не надо думать о том, что он не настроен и что-то там учитывать. Дистанцию там, допустим, да, если бы у тебя был настроен арбалет, ты мог бы там дистанцию побольше взять или еще что-то. Короче, какие-то ограничения ты испытывал? Сразу скажу по поводу лука. Дело в том, что мы же тут не берем ненастроенный лук. Тут же весь комплекс стрелок, лук, настройка. Ну, более связано, более привязано к стрелку. Вот, поэтому мы это опускаем. Ну вот, я бы сказал, что... Ненастроенным луком вообще не имеет смысла идти. Что, если ты правильно говоришь, это связка лучник-лук, лучник-лук, да, и настройка лука, она, можно сказать, умножает ошибки стрелка, которые всегда в любом случае есть. И поэтому, если ты где-то чуть закосячишь, у тебя лук настроенный, то вполне возможно, что лук тебе это простит, и ты попадешь, куда ты стрелял. Если у тебя лук ненастроенный, ты где-то совершишь ошибку, то стрела отлетит очень сильно. А поскольку в арбалете лучника практически, ну, стрелка, да, практически нет, он только на спусковой крючок нажимает, то поэтому арбалет прощает такие ошибки. Но вернемся к нашему вопросу. Да, то есть, ненастроенный арбалет... Испытывал волнение. Волнение какого плана, что... Это как первая брачная ночь. Ты знаешь, что ты до этого что-то с другими что-то делал. Вот, как с арбалетом я не стрелюсь. Переживаешь, попадешь или не попадешь? Когда тебя поставили в условие, что тебе надо выстрелить... То есть, попадешь или не попадешь? Да, то есть, я был, как тебе сказать, я был 100% уверен, что у меня все оно попадет. Тем более, это был олень. Это зона поражения крайне большая. Вот. Но все равно некое такое волнение было. Да, оно было маленькое. Но оно присутствовало. Но присутствовало больше от того, чтобы, понимаешь, как тебе сказать, если бы арбалет... Я четко, знаешь, там делал этот буллет-холл, как на луке, было бы больше уверенности. Перед охотой, этой стрелой я простреливал дистанции 20, 25, 30, 35, 40 метров. Там было 37. 37, ну, последняя была 37. Вот. И, в принципе, все летело в группу приблизительно... Ну, спичечный коробок говорить не буду, но не выходило из группы пачка сигарет. Поэтому этого вполне достаточно. Из-за того, что у меня прицел стоит крон, плюс еще сам прицел, то... Плюс мощность арбалета. Вот. То у меня получалась разница по высоте 20, 25, 30, 35 метров в пределы допуска. Поэтому куда целишься? Вот, ну, как, скажем, вот эта пачка сигарет, она у нас никуда не выходила. То есть там не было ни каких-то там, знаешь, пристрелявшись на 20 метров, мне надо делать поправку на 35 метров. Вот. Плюс мощных арбалетов, что у нас нету такого падения. Вот. Но с другой стороны, я не знаю, говорил или нет, еще не минус арбалета, а один из нюансов при использовании мощных плечей, это вот у меня идет обмотка досюда, а здесь ее нету. Дело в том, что два последних дня, когда за два дня, как я поехал на охоту, вот, я все время простреливал эти дистанции для того, чтобы четко, скажем так, настреляться и понять, что у меня по выстрелу. И дело в том, что обмотка у меня протерлась. Вот. И половину обмотки я просто снял для того, чтобы она у меня не болталась. Почему я не сделал обмотку, не заменил обмотку? Во-первых, у меня физически не было на это времени. Вот. И во-вторых, я понимаю, что это так нельзя делать. Но иногда бывают ситуации, когда по-другому никак. Я сделал без обмотки порядка, я думаю, выстрелов 50. Но на тетиву смотрю, там никаких затертостей, порезов на тетиве нет. То есть ничего страшного не произошло. Сейчас, да, я уже отохотился, я этот арбалет чуть-чуть спрессану, чтобы не снимать тетиву, и уже переделаю обмотку. А подожди, его даже прессывать не надо. Почему? Правильно? Я мыслю. Нет, нет, его надо. Почему не надо? А мы же обмотку делаем сверху, зачем нам прессовать? Нет, ну смотри, ну просто для того, чтобы тебе удобнее было эту катушку туда замотать. То есть, теоретически, ты можешь, на самом деле, без пресса сделать. Просто, если ты будешь обмоточной машинкой мотать, тебе нужно будет ее просунуть между тетивой и направляющей. У меня обмоточной машинки нету. У меня обмоточной машинки нету, поэтому я так сделаю и все. Потом под твоим чутким руководством, я в принципе-то делал это уже, но мало ли я там что-то запутаюсь, поэтому с этой помощью это сделаем. Вот. А как часто ты мазал я не знаю, это же мне с бродов делал нитки. Нет, ну ты же в процессе эксплуатации мазал я его воском? Мазал же. Я, конечно, нет. Ну, боюсь, что это сильно сказалось на том, что у тебя она вот так быстро порвалась. Ну, может быть, это из-за мощных плечей она так быстро порвалась? Или это все-таки мой косяк? Ну, нет, она, смотри, если она у тебя трется, что-то обо что-то трется, она по-любому стирается. Просто если мы добавляем в эту смазку, она стирается меньше. То есть, тут просто вопрос в сроке, через сколько это произошло. И ты, наверное, я не знаю, ты вот на улице только стрелял или в помещении? Потому что, если стрел в помещении, то я думаю, что ты должен был почувствовать вот этот запах гарри, который возникает, когда вот, если достаешь новый арбалет из него стреляешь, всегда вот пахнет прям паленым. Из-за того, что вот обмотка начинает тереться и там вот, я не знаю что, но что-то из этой нитки начинает испаряться и пахнет прям как будто зажигалкой что-то подожгли. Дело в том, что я стрелял с арбалета только на улице и поэтому, возможно, я этого запаха не почувствовал. Тут дело еще в том, что понимаешь, ты знаешь, какой этот запах будет. Ну, ты с ним уже знаком, поэтому ты это можешь уловить. Я так как не представляю, что должно быть, я как та женщина, знаешь, которая села на машину и она едет. У нее может быть заднее колесо оторвано, но она все равно будет ехать. Вот. И приблизительно, я думаю, с арбалетом у меня получилось то же самое. Я тетиву не смазываю, что на луке не смазываю, я не смазывал ее здесь. Во-первых, у меня нету этой смазки и как таковой я с этим не сталкивался, поэтому моего опыта недостаточно и моих знаний недостаточно, чтобы это делать. Вот. Ну, тогда тебе надо где-то раздобыть воск и прям вообще безозрения совести он, ну, выглядит как губная помада обычная. Так в такой же тюбик там и по консистенциям примерно такой же. И просто направляю еще раз, два провел, там две вот эти между которыми ложбинка раз и по второй провел и все, собственно, этого будет достаточно. У тебя тетива будет уже по воску ходить и скользить, как бы там будет эта... Лениально. про прослойку. Инструкции надо читать просто. А у меня не было инструкции к арбалету? Это... Или была? Вопросы... Не знаю. Я не знаю. Может и была, но дело в том, что понимаешь, как тебе сказать, русский человек, он читает инструкцию только тогда, когда уже это сломалось. Тогда он такой достает, ну, ща мы почитаем, что мы там уже напортачили. Да. Видишь, все оказывается... Я, если честно, думал, что тетива, вернее, обмотка вышла из строя по той причине, что мощный арбалет. Я даже и в мыслях не мог представить, что надо мазать направляющую, что... Ну, теперь я буду знать. Тут, конечно, надо разбираться совсем по... Как это... С каждым случаем отдельно, почему конкретно она провалась. Но вообще, если у вас арбалет, если у вас мощный арбалет особенно, то обязательно надо мазать воском. С луком это не так важно, потому что там только нитка в нитку трется. то есть, когда она выгибается, да, волокна друг об друга начинают тереться. поэтому на тетиве тоже надо смазывать все это дело. Но на арбалете там прям сильно вот это прижимается тетива к направляющей с большой скоростью, поэтому там прям обязательно надо мазать. Видишь, дело в том, что если бы я этим занимался очень долго арбалетной тематикой, то да, конечно бы я эти нюансы знал. Да, я могу поспорить, что любой человек, наверное, который нас сейчас будет смотреть, позже будет смотреть, и который имеет дело с арбалетом, он скажет, что он вообще несет, как это можно там не смазывать и не знать, что это надо делать. Ну, вот я честно говорю, я не знал, я этого не делал, я исправлюсь. Слушай, кстати, а у меня еще запланированы охоты. Тоже, ну, ладно. И я хотел сказать, смотри, воск, он же не только смазывает, он еще заполняет тетиву. То есть, если, я думаю, просто все охотники этим занимаются, потому что там могут быть осадки, может быть, дождь пойти, может снег пойти. Если у тебя тетива не намазана, не вощеная, она сухая, то она впитает воду, станет тяжелее, и арбалет будет по-другому стрелять. стрела у тебя не прилетит туда, куда она стреляла вот полчаса назад на пристрелке. Поэтому, ну, для охоты, мне кажется, особенно важно все вощить, и в том случае, что если пойдет дождь, чтобы у тебя тетива не напитала в себя влаги? Дело в том, что, во-первых, я и первую свою тетиву, которая на Санлиду вот стояла, не кастомная, а обычная, я ее тоже не смазывал. Вот. А когда купил вот эти нитки новые на Санлиду, то то ли я слышал где-то, может быть, краем уха, может, в соседней деревне сказали, что там такие нитки, как какие-то специальные охотничьи, что их даже мазать ничем не надо. Я, конечно же, за это схватился, раз не надо мазать. Но если там стоит Bloodline, то может быть. По-моему, только Bloodline говорит, что их нити не надо мазать. Ну, еще есть некоторые блогеры, которые говорят, что ничем не надо мазать воском. Но таких слушать не стоит. Но, видишь, дело в том, что ленивые люди, они хотят слышать то, что им более ближе. То есть, я где-то это услышал. Действительно, что-то был какой-то разговор, что типа, эти нитки мазать не надо, они там типа охотничьи, там, не заморачивайся. Если честно, я даже об этом и не заморачивался. То есть, я как бы тренируюсь, все нормально, стреляю, все нормально, и проблем не испытывал. Ну, вот, это проблема, которую мы сегодня подняли. То есть, и я вижу, что в данной ситуации просто моих знаний не хватило для того, чтобы предотвратить вот этот косяк, который по большому счету случился, ну, скажем так, по моей вине. Ну, по большому счету, я бы даже сказал, что это не из-за того, что ты не мазал, а из-за того, что ты, ну, она же не в раз рвется, она у тебя сначала истирается, начинает потихонечку петрушиться, появляются такие волосики. Ты на этом моменте уже должен был посмотреть и сказать, так, что-то у меня не так. И вот тот самый момент, когда надо лезть и читать инструкцию, почему оно происходит до того, как оно все порвется. Ну, понимаешь, это в Германии, вернее, в Европе, у них все идет по правилам, как надо. То есть, у них, если что-то пошло не так, они остановились, обратно систему наладили и двигаются дальше. По итогу, это всегда выгоднее. Делать хорошо, это, ну, делать правильно, это по конечному результату ты выигрываешь. Но мы же все время куда-то опаздываем. Сегодня оно началось лохматиться, эта веревка. Ты такой, еще должна продержаться. А потом, когда, бах, она, эта веревка разорвалась, ты такой думаешь, а мне-то уже на охоту идти. Мне влазить в арбалет, если бы я его настраивал каждый день, как Курошов-лук, понимаешь, ему настроить слуг там раз-два, и он настроил. Я понимаю, если бы я, не дай бог, влез бы в этот арбалет, вот, то я бы мог не поехать на охоту, на которую уже заранее договорился. Но это не самое страшное. Самое страшное, что я ездил с новым прицелом на охоту. Вот. За полтора, я полтора месяца снимал видосы, обзоры на этот прицел, снимал охоту на бобров. И когда я приехал домой, обнаружился косяк, что когда ты нажимаешь видео на прицеле для записи до выстрела, и у тебя стоит функция записи выстрела, то когда ты делаешь выстрел, оно не сохраняет ни запись выстрела, не то видео, которое ты там снимаешь 3-4 минуты до выстрела. Я был шот. И когда ты это понял? Я это понял, я хотел выложить в инстаграм выстрел, я приехал домой, ну, после разделки оленя, наверное, в 12 часов. Врубаю это все, а там ничего нету. Вот. То есть вот такой вот косяк. А это получается, ну, как тебе сказать, ну, из-за того, что новый прицел, это вот китайцы выпустили этот новый прицел, он еще не обкатанный. Ну, вот. Я написал, представитель, ну, представители, в России у вас там есть. Я говорю, так-то, так-то. Говорю, все охоты, которые вот месяц записывал, говорю, ничего нету. Они говорят, ну, приносим свои извинения. Но я как чувствовал, я перед отъездом, когда мы уезжали, я говорю, я еще хочу к вам приехать. на охоту поеду. У меня напоминание в телефоне. 18-го это у нас суббота, а я буду ему звонить во вторник, который будет на следующей неделе опять на охоту. Мне просто понравилось там. Тоже с арбалетом или уже с ружьем? Да, нет, только с арбалетом. Возможно, это видео как-то они потом, ну, куда оно сохраняет, найдут, но на данный момент этого видео нет. То есть, когда подходили к осу, там вот это все. Кстати говоря, нет, ты можешь попробовать, если эта флешка вставляется, в какой-нибудь вбить программу для восстановления данных, потому что по идее он должен был писать на флешку, а потом это стереть. Если попробовать через программу восстановления данных прогнать эту флешку, может быть там оттуда что-то удастся взять. Вряд ли он это в кондеперативной памяти 4 минуты хранил. Ну что, стрельнул сиголя этого самого оленя. Дело в том, что взял мандраж не потому, что сделал плохой выстрел, выстрел все пришлось у нас по месту. отбежал всего лишь 20 метров. Мандраж в том, что я нажал запись на прицеле парт. Наверное, прошло 10 минут, покуда я выцеливал, и оно не сохранило видео или что. Я не понял, потому что я сделал выстрел, смотрю, а записи уже нет. Это пи***ц. За столько денег, сколько я отвалил за этого оленя. Это будет самый охеренный подарок на День Святого Валентина. Супер, ты прям как бальзам на душу. Я понимаю, что это может быть 50 на 50, но когда есть какой-то шанс, что ну, это все было, то это супер. Но я лучше пойду сразу в компьютер, ну, вот у нас есть, где компьютеры чинят. Мне проще туда сходить, чем я сам буду это все дрюкать. То есть, понимаешь, у меня есть файлы, которые не накладывались. То есть, была запись видео, а потом типа это видео, которое снимает выстрел, и оно тогда не записывает. Ну, я не вижу как бы самого файла, что есть название некого файла. Вот. Но если это вот можно это все восстановить, то это просто супер будет. Ну, вот попробуй. Так, на чем мы остановились? Я забыл, потерялся что-то. Остановились на том, что мой подход к обслуживанию арбалета не на должном уровне. А, нет, мы с этим закончили. Смотри, я хотел тебя спросить про наконечник. Ты сказал, что он у тебя развалился, и отсюда у меня собственно возникает вопрос. Не возникла у тебя мысли, что может стоило все-таки взять раскрывашку, раз все равно наконечник развалился? И второй вопрос, что делать с тем, что наконечник развалился? то есть, вырезается ли при этом какой-то кусок мяса, который нельзя использовать? Ну, с той мыслью, что вот я сказал, у тебя стрела, да, лопнула. Карбон, карбоновые занозы, я думаю, кто стреляет карбоновыми стрелами, знает, что это такое, насколько это мелкая, оперативная хрень, который вот просто дотронешься до поломанной стрелы и все, и уже там сидишь, пытаешься это достать. Ну, насколько это влияет на мясо? Надо ли вырезать, где у тебя прилетела поломанная стрела с опаской, что там будет какая-то заноза или там лезвие от наконечника, и может стоить алюминиевые стрелы тогда для охоты использовать? Понимаешь, как тебе сказать? По поводу мяса я вообще не переживаю, поэтому я вырезаю вот с такими вот запасами. Ну, я не вижу проблемы. Когда ты стреляешь с нарезного оружия, ну, к примеру, я сегодня ел колбасу, у меня оболочка медная попалась, но зубы не сломал, все нормально. То есть, это естественный процесс, это входит в комплект мяса, которое ты добываешь. То, что наконечник сломался, это плохо, но все равно он выполнил поставленную функцию. С этим наконечником, почему не раскрывашка, я, может, когда-нибудь к раскрывашкам приду, с этим наконечником я мог тренироваться долгое время, стреляя по мишеньке зомби. С раскрывашкой, я думаю, каждый бы выстрел я делал, и раскрывашка бы дешевая ломалась. Так там суть в том, что с раскрывашкой ты можешь с фиксом тренироваться, потому что он с раскрывашкой летит так же, как, ой, не фикс, а спортивный наконечник, потому что раскрывашка, она спортивный летит. Ну, смотри, все равно я поеду на охоту. Я могу сейчас пострелять со спортивным наконечником и попробовать добыть с раскрывашкой. Проблемы вообще никакой нету. Заодно будет как раз явный явный опыт для охотников. Вот как работает, ну, у меня китайская раскрывашка. Вот как сработает китайская раскрывашка и вот как сработал китайский Монтек. А, кстати, возвращаясь к экспериментам, ты ЛЦУ попробовал в итоге? Не было времени, поэтому этим даже не занимался, а приехав на охоту провести некий эксперимент именно на охоте, я не хотел рисковать. Рисковать ты можешь, когда у тебя это все отлажено, ты знаешь, что ты добудешь. Шанс очень великий. Когда ты именно на такие охоты имеешь возможность очень часто ездить, тогда да, на охоте ты можешь делать какие-то финты. Но когда ты договариваешься неделю, потом как с этими волками, ты думаешь, мне бы хоть туда попасть. Я же в понедельник ездил на охоту, то есть мы договорились, что я в два часа буду на охоте. Я в 11 часов звоню, то есть бобров этих приехал, в 11 часов звоню, никто не подымает. То есть два егеря, охотовед не подымает, я звоню в администрацию, говорю, ребят, у меня охота договорена. Я не знаю ничего. Я собрался, поехал туда, думаю, там по месту уже буду разбираться. Приехал туда, там шаром покати. Ну это просто так совпало. потом я уже егеря нашел и поехал уже на охоту. И в этот момент ты думаешь не то, чтобы там проверить, как работает ЛЦУ, ты думаешь вообще, мне бы хотя бы туда попасть, сделать поставленную задачу. Понимаешь, вот сейчас, когда я там побыл, я побеседовал с егерем, я взял конкретно егеря телефон, который организовывал мне охоту. Вот, я договорился с ним на следующую охоту. Потом я еще с ним вообще классную тему договорился. Понимаешь, самое главное это конкретно попасть на егеря, найти с ним общий язык и уже тогда проще ехать. Просто когда ты начинаешь говорить, к примеру, с директором охотхозяйства, потом ты спускаешься к охотоведу и проходя этих стадий, это вот немного даже лишнее. Когда ты уже конкретно попал к егерю и вы с егерем на одной волне, то это решает практически все вопросы. Это есть пословица даже такая, что что можно договориться с обычным работником, ты не можешь договориться об этом с директором. Либо бюрократическая вот эта машина, твой вопрос она может где-то затерять. Связь решается. очень важно иметь контакт с егерем. Слушай, а это у тебя получается единственный арбалет, который у тебя был. Я просто хотел задать вопрос про обратные плечи, насколько это ощущается, имеет ли это значение для охоты. скажем так, мне не с чем сравнить, но когда ты делаешь выстрел, я насколько понимаю, в рекурсивных арбалетах у нас идет толчки. я не с рекурсивными арбалетами сравниваю, а с блочными, но с классической компоновкой. Но все равно что у нас должна быть какая-то удар вперед, правильно? Нет, не обязательно. Просто расширение плечей в эту сторону и расширение плечей в бок это, наверное, две разные вещи. Я тут спорить не могу и обсуждать. Нет, это в плане отдачи вряд ли есть большая разница, потому что это по сути ты берешь просто плечи и переворачиваешь другую сторону. То есть ты с таким же успехом можешь взять эти плечи от Думы и перевернуть их обратно. Если у тебя в одном случае отдача вперед, то в другом случае отдача назад. плечи друг к другу, тем, соответственно, больше в сторону идет отдача и она до стрелка не чувствуется. Тут скорее вопрос про удобство и про баланс. Потому что когда у тебя тяжелая колодка, которая держит блочные плечи, на блочных арбалетах колодка она прям такая тяжелая и большая. Она спереди, соответственно, у тебя на левую руку, если ты вот сказал с этих ножек, да, стрелял, а если ты стреляешь руками, то у тебя все висит на передней руке. Вот, наверное, если стреляешь ножик, в принципе, скорее всего, пофигу. Да, когда ты стреляешь с треноги, это все пофиг, но баланс, он очень важен. Важен он, смотри, когда мы что-то лучшее не пробовали, то есть мы пробовали обычный, ну, классический вот арбалет спереди, да, когда у нас идут вот, что плечи держат. И мы проб, ну, то есть мы тренируемся, мы стреляем, нас все устраивает, но когда мы попробуем что-то лучшее, когда у нас есть сравнение, то тогда, да, мы скажем, вот, действительно, есть какое-то удобство. Большинство людей может сказать, что, да, пускай там классическая, ну, компоновка арбалета, она более тяжелая, но это не так важно. На охоте важно все. Мелочей, в принципе, на охоте не бывает. Это не говорит о том, что с арбалетом, с классической компоновкой плеч мы не будем добывать. Естественно, мы добывать будем. Но вот эти вот все нюансы, они, ну, если есть возможность купить с обратными плечами, почему бы это не сделать? Почему не купить более достойный прицел, если есть возможность? То есть, если ты можешь себе позволить, да, купи. Если не можешь позволить, то, да без разницы, с чем ты будешь охотиться. Самое главное в охоте это желание. А если у тебя есть желание, ты всегда найдешь выход в сложившейся ситуации. Его можно найти, этот выход, либо денежными средствами, чем больше у тебя денег, тем проще найти тебе выход. Либо ты можешь как-то подстроиться под ситуацию. Говорить о том, что для идеального результата там должны быть какие-то супер навороченные вещи? Нет. Охотиться можно и с берданкой. Это я утрирую. Вот. Но с хорошими, с хорошим оружием, с хорошим арбалетом, там, с хорошим луком, с хорошим прицелом это делать приятнее, удобнее и многое другое. Но это не говорит о том, что я на охоту не буду ходить, покуда у меня не появится супер оборудование. Нет, я думаю, тут вопрос немного в другом. Это вот мне народ говорит. Скорее смотри, вот у тебя есть условные 20 тысяч рублей, которые ты можешь доплатить, чтобы взять арбалет с обратными плечами, или эти деньги потратить на что-то другое. На прицел, на стрелы, на седло, я не знаю. Ну, короче, на что угодно. Вот тут просто вопрос. Если, опять же, мы стреляем с три ноги, то я убежден, что все равно, потому что ты ничего не держишь. Все, на ножках стоит. А если ты в седле болтаешься, то там, мне кажется, что вот этот рычаг, потому что это не просто нагрузка на руку, а этот центр тяжести достаточно сильно смещается в бок от тебя. Мне кажется, там вот, в этом случае, это будет влиять. Оно будет влиять, но, как я тебе говорил, это все будет влиять в сравнении. Когда ты покупаешь себе вещь, вот как у меня был с луком. У меня был лук, но на нем стояла китайская полочка, потом стоял китайский прицел, но основа у меня была хорошая. Поэтому, если, к примеру, разница в 20 тысяч, то лучше купить хорошую основу, которую потом можно доукомплектовать с появлением денег более качественным прицелом. Купить больше стрел, либо какой-то наконечник. Но это мое такое мнение, если я, ну, как бы, правильно отвечаю на твой вопрос. Основа должна быть хорошая, которую потом можно довесить. А если у тебя основа фиговая, то довешивая ее, я ни в коем случае не принижаю арбалеты, которые идут спереди. Я просто говорю, ну, это мы же абстрактно с тобой общаемся. Вот. Когда у тебя хорошая основа, ты можешь ее довешивать чем угодно. Вот. А когда у тебя плохая основа, как бы ты ее дорогим чем-то не довешивал, а основа-то остается та же. Поэтому всегда желательно купить хорошую основу и пускай даже через год, через два ее качественно доукомплектовать, чем сразу купить все скопом, а по итогу и то не очень, и тут не так. Вот приблизительно такой ответ. Ты с седла охотился с арбалетом? С седла охотился? Нет. Я говорю, что я хотел поехать с седлом, но в следующий раз, если погода позволит, я поеду с седлом. Когда ты едешь первый раз, то как тебе сказать, вот сейчас я точно знаю, я приеду, я знаю, что я могу позвонить егерю, приехать туда там не в два часа, а с утра, выбрать себе дерево, залезть на него, посмотреть, как у меня там будет прострел. На это надо время. А если бы я в понедельник взял бы с собой седло, несмотря на то, что я там был уставший, это мы можем, к примеру, отнести в сторонку, ну, этот минус, который на тот момент был. Если бы я еще приехал с седлом, то егерь бы сказал, ну, не занимайся хернёй. А когда ты побыл на охоте, ты с арбалета добыл, хотя к этому относятся, ну, скажем так, с неким там, скептически относятся, то ты такой добываешь, он такой, ну, да, интересная штука, там, приятно посмотреть, пацан пришел, пацан добыл, ну, пацан ушел, да, и в следующий раз ты такой придешь, посмотришь, скажешь, можно приеду к вам пораньше, я хочу седла добыть. Он такой, а что такое седло? Ну, вот я вам приеду и покажу. То есть, всю информацию, ну, не информацию, все свои вот эти вот боухантеровские забабоны егерям надо давать дозированно. Если ты сразу со всем этим скопом придешь, так, я сейчас полезу на дерево, там, полезу туда, полезу туда, он скажет, попридержи коней. Поэтому, почему я говорю, лежа на дереве с подхода. Я попал на такого егеря, которому это стало. С подхода тоже можно будет финт такой сделать, но для того, чтобы этот финт делать с подхода, вот, в этих охотхозяйствах надо очень часто быть. Надо попросить егеря, чтобы он провел разведку, откуда можно подойти, потому что, ну, к примеру, он посмотрит, выберет там, ну, образно там, два направления, три. Потом я должен приехать, оценить своим взглядом, откуда мне будет проще подойти. То есть, это все делать можно, но, как я уже сказал, это надо делать дозированно. Прилететь сразу там, давайте с подхода там, или давайте еще с чего-то, и потом не добыть, то и игре скажет, а что ты вообще приезжал? Приехал с арбалетом, что-то тут бегал, прыгал, в итоге обосрался. А теперь, когда он понял, что намерение серьезное, пацан приехал, пацан показал, то от меня какие-то задавать вопросы, либо высказывать какие-то пожелания по охоте будет гораздо проще. И он ко мне будет уже относиться к человеку, который, может добыть, и адекватно это все делает. Потому что, когда ты приезжаешь в охот-хозяйство, тебя сразу так не пустят. Ну, давай ты там газуй. Вот у меня есть три охот-хозяйства, где я приезжаю, и егерь такой, так, этот пацан все знает, сами можете, я говорю, да, могу, ну, все, езжайте, а я там буду новым заниматься. То есть, первый раз, всегда егерь тебя не отпустит с под крыла. Никто ж не знает, что ты там наделаешь. Вот представь, я бы прилетел такой красивый, неадекватный, попутал бы там в сумерках лань с сигалетком оленя, или еще что-то там натворил, настрелял бы там на хреновую тучу денег. Понимаешь? Ну, егерю тоже за это отвечать. Поэтому егерь в первый день охоты, он всегда, как бы присматривается человек вообще охотник здравомыслящий или нет. Слушай, а по арбалету есть ли какие-то ограничения по весу, например, животных, или там по размеру, или там, ну, короче, ты понял. Есть ли какие-то животные, которые, на твой взгляд, арбалет не возьмет в наших краях? Нет, во что бы не стрелял с этого арбалета, как я в прошлом видео говорил, мощности данного арбалета с избытком. Поэтому и согласно законодательству, у нас нету ограничений, на кого можно охотиться, с охотничьим метательным оружием. Если это охотничьи метательное оружие, лук там больше 27 килограмм, арбалет больше 43 килограмм. Вот. Кстати, возвращаясь к теме про сушки, я, значит, еще вспомнил, может, видел на 10-поинтах, раньше в комплекте, шла такая палка, я даже не знаю, как это правильно называется, спереди, вот сперед, перед цевьем, крепится палка на резинке такой, она телескопическая, раздвигается. Вот, она достаточно короткая, то есть она до пола не достает, но она нужна для того, чтобы куда-то в пояс упираться в бедра. И я вот сейчас думаю, ну ты же не будешь ходить по лесу, вот в таком виде, это же неудобно, да, арбалет где-то у тебя там на плече болтается. А где это вообще применим? Может, это как раз и нужно, когда-то с седла стреляешь, перераспределить вес? Ты подкинул очень хорошую идею. В арбалетах, да, это можно упереть в пояс, если честно, если бы я не сталкивался до этого с аналогичной штукой, только она идет поясная, немецкая фирма Stedify, то есть у тебя полностью пояс, с которого выходит такая тренога. Там наоборот, у тебя на арбалете внизу болтается. Нет, не на арбалете, смотри. Да, давай. Я понял, что там она болтается на арбалете внизу, и поэтому я говорю, имеет место быть. Да, все, слушаю, слушаю. А в охотниках у нас получается у тебя пояс, и отсюда вылазит такая телескопическая фигня. То есть я тебе покажу, вот она вылезла, ты положил винтовку, и ты охотишься. Вот эта тема, ты очень грамотную тему подкинул, что когда охотиться с три стенда с арбалетом, вот, то я буду использовать этот упор, он стедифайн называется, ну, у нас, у охотников. Дело в том, что, смотри, я также параллельно готовлюсь стрелять с рук, но встает вопрос, я взял в руки арбалет, и у меня животные перемещаются, покуда они займут ту позицию, когда я могу стрельнуть, вот, может пройти достаточно большое количество времени, и нагрузка статическая на руку потом не позволит мне выстрелить качественно, то есть ты можешь прийти на охоту, да, животное у тебя вышло, ты взял арбалет, стрельнул, а если оно двигается, ты взял арбалет, оно вроде бы стоит, ты прицелился, оно начало двигаться, то есть вот эта вот штука в 10-пойнте, она обоснована, и я считаю, для арбалета нужно, чтобы упереть в пояс, она будет работать, потому что охотясь с нарезным оружием и с аналогичной штукой, которую делают немцы, она работает. я просто когда видел, я думаю, как прикольно, но у меня как-то не складывалось в голове, где, в каких ситуациях это вообще применимо. Это очень нужно. Это действительно, вот если в арбалетах, я честно, я до этого такого не знал, но вот когда ты мне начал рассказывать, я четко понял, вернее, я четко представил себе работоспособность данной телескопической вот этой штуки, которая вылазит с арбалета на охоте. То есть у меня сразу же сформировалась картина, где и как ее можно использовать и что это действительно рабочая тема. Рад помочь. Если бы я на охотах до этого... Да? Что ты говоришь? Не-не-не, продолжай, я просто вставил свои пять копеек лишних. Ну просто я громче говорю, чем я могу тебя слышать, поэтому ты если там как бы не-не-не, еще сегодня связь какая-то плохая и очень длинная задержка, поэтому ты говоришь, 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 вроде пауза, куда мне надо встрять, чтобы задать вопрос, а ты уже успеваешь там много следующего сказать, и получается ты начинаешь разгоняться, и я тут своими вопросами лезу, поэтому все, это проблема не в том, что я не воспитанная, а в том, что связь долгая. Все, давай тогда последний вопрос про стрельбу по движущимся мишеням с арбалетом. Насколько это имеет смысл, насколько это рабочий вариант, или все-таки с арбалетом, с луком, поскольку стрела там летит какое-то время, лучше не рисковать? Смотри, дело в том, что даже с огнестрельным оружием стрелять по движущимся целям можно, если ты взвешиваешь все риски, у тебя будут, ты взвешиваешь свой уровень мастерства, как в какой фазе сегодня луна и все остальное. Конечно же, желательно стрелять по статической мишени. Это более правильно, это более оправдано. Стрелять по движущей цели, если нету сверх какой-то вот необходимости, то лучше не делать. Понимаешь, то есть, да, есть люди, которые с лука на голубей охотятся, вот в ютубе есть видосы, там чуваки просто божат, вот, но я не он, и выкидывать такие финты на охоте я не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что если я делаю подранка, вот, то мне за него придется платить в пол стоимости. Так вот, если зверь выживает, а я не заплатил сразу же егерю после выстрела эти деньги, то потом ко мне придут, ну, естественно, у кого арбалет, у меня, у кого лук, у меня, и скажут, у вас была незаконная охота, а незаконная охота это лишение всего, поэтому риски взвешивать надо. Можно ли стрелять? да, можно. Буду ли это делать только в какой-то критической ситуации, когда эти риски будут оправданы, но идти целенаправленно на этот риск я не собираюсь. если будут у кого какие вопросы, вы можете просто написать в комментариях и мы по пунктам их в следующий раз разберем. Вот, сто процентов у кого-то будут вопросы, у кого-то будут вопросы, кто-то может быть, что-то может подсказать, потому что я говорю, что я только начинаю охотиться с арбалетом и я не знаю практически ничего об этом. я может быть вывожу на опыте охотника с огнестрельным оружием, с луком и то есть взявши в руки в арбалет, имея запас какой-то знаний, то есть у меня получилось добыть. Вот, но я говорю, что я так понял, что 99% нюансов про арбалет я не знаю и если кто-то хочет что-то подсказать, указать на мои ошибки, вот, то я только нормально отношусь к критике, вот, и приму это с большим удовольствием. Вот. Ну и хорошо. Я думаю, тебе напишут, что ты не охотник, что ты умеешь охотиться, а я не умею разговаривать и брать интервью. Ты знаешь, вообще не стоит на такое обращать внимание. Дело в том, что людям, которым на это все пофиг, они напишут, а люди, которые взяли отсюда что-то интересное, скорее всего, они в большинстве своем случаев, они промолчат. Мы сделали все, что от нас зависело, и возможно, если это поможет хотя бы одному либо двум начинающим охотникам с охотничьим метательным оружием, то это уже мы записали не зря. Поэтому это естественный процесс. Всем мил не будешь, но если ты хоть кому-то помог, это уже большой плюс. И в разговоре мы же всегда становимся более грамотное. Так что пустых разговоров не бывает. Мы с тобой разговаривали ни о алкоголе, ни о курении, ни о всем основном. То, что не нужно. У нас была действительно интересная тема. Когда ты охочешься с нарезным оружием, то в принципе я стреляю там на 200 метров, я могу закурить. Но я не курю, но в принципе да, могу. А если с арбалетом сидишь? Повторюсь. Да нет, ты что там. Я когда наверное минут от 5 до 7 минут точно не могу сказать целился. Выбирал момент, покуда можно сделать выстрел, я стоял полурачки одной рукой, когда четко знал, что не будет выстрела, поддерживался, чтобы пол не шатать. Не совсем пол деревянный, и ты если там очень сильно вес будешь передвигать, то оно может скрипеть. То есть я даже боялся вес тела менять, чтобы не дай бог что-то не скрипнуло, и они бы не разбежались. вот, поэтому смотря на какой охоте, где-то ты можешь позволить себе вольготности, а где-то ты будешь бояться неправильно там дыхнуть, чтобы у тебя ничего не сорвалось. Вот у меня была эта ситуация с арбалетом, что я боялся вообще что-то сделать лишнее, собрал свою волю в кулак, вот, скажем так, очком мог грецкий орех расколоть в этой ситуации. Но эта ситуация у меня с арбалетом, потому что у меня эта ситуация первая, и она еще, как бы сказать, была неизведанная. То же самое при охоте с луком. Я не могу себе ничего позволить. Я приезжаю, я четко знаю, что я должен сесть, очень долго просидеть, не дышать лишний раз, скажем так, там, ни о каких вообще курениях не идет речи, там стараешься минимизировать все нюансы, которые могут тебе помешать на охоте. И то в этом году я не добыл. Я каждый раз видел лося, и у меня каждый раз были такие ситуации, которые я просто не просчитал. По любым вариантам. мне уже звонит егер, мне торбо, мне надо лететь. Все, понятно, все, на этом все, ребят, подписываемся, ставим лайки, если есть какие-то вопросы, соответственно, пишем их в комментариях. Пока. сегодня какая-то связь у нас была плохая, поэтому даже до конца не договорил.